Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале! В сегодняшнем видео я хотел бы вам рассказать о классных чехлах-накладках для iPhone 12 Pro. Все эти чехлы я заказывал на Алиэкспрессе. С каждым чехлом я походил где-то 4-5 дней и мне есть что вам рассказать, то есть какой чехол я советую заказать, какой чехол не советую, почему я это советую. Для хейтеров сразу скажу, которые напишут вот купил iPhone в кредит, а на чехол на оригинальные денежки не хватило. iPhone был куплен за наличку и я просто не вижу смысла покупать за 5000 оригинальный чехол, когда на Алиэкспрессе можно заказать вот такое количество чехлов и дешевле, чем стоит один оригинальный чехол. Меня, честно говоря, жаба душит за 5000 покупать чехольчик. Я лучше вот такое количество закажу и буду чехлы по очереди менять. А я люблю менять чехлы, люблю, когда у меня смартфон выглядит по-разному. Итак, давайте начнем. Начнем мы вот с этого чехольчика, но заказан он был не на Алиэкспрессе. Этот чехол я заказывал в DNS, потому что когда iPhone купил, жалко стало его так таскать и пришлось быстренько заказать в DNS чехол, потому что доставка всего 2-3 дня. Вот такой чехол я заказал. А вот эти все чехлы, кстати, до меня дошли, ну, примерно за 20 дней, то есть с Алиэкспресса. На каждый из этих чехолчиков я оставлю ссылочку в описании. Сможете перейти посмотреть, если вам понравится заказать. Это чехол AC-Line. Вот в такой коробочке отдал я за него, по-моему, в районе 900 рублей. Вот так он запакован. Здесь сзади присутствует колечко, то есть, можно было вот так вот смартфончик удобно держать и не бояться его уронить. Чехол сам, ну, что-то типа силикона. Здесь вот такая структура с внутренней стороны. Давайте примерим его. Вот этот чехол, честно говоря, мне очень понравился. Здесь по краям у нас чехол немного выпирает, то есть, если мы будем смартфон класть вот таким образом, то экран у нас не поцарапается, но выпирает он прям совсем чуть-чуть, как видите. Ну, здесь у меня еще защитное стекло наклеено. Кнопочки нажимаются довольно легко. Переключатель бесшумного режима также легко переключается. Единственное, что мне в таких чехлах не очень нравится, так это то, что у них открыт вот таким образом весь блок камер. То есть, сюда со временем у нас вся пыль, вся грязь между блоков камеры набивается. Но сам чехол достойный. Если вам нужно по-быстрому купить чехол, не ждать с Алиэкспресса, то, в принципе, в ДНС вот такой к покупке я вам рекомендую. Кстати, вот это колечко можно использовать как подставочку. Вот так смартфон поставить и, например, фильмы или еще что-то смотреть. Ссылочку на этот чехол с ДНС я также в описании под видео прикреплю. И первый чехол с Алиэкспресса это вот такой простой силиконовый чехол. Я специально оставил их в упаковке, чтобы показать вам, как они приходят, в чем они упакованы. Ну, понятно, сверху был еще почтовый пакетик. Вот этот чехол пришел вот в такой упаковочке. Здесь проложечка. Простой, прозрачный, силиконовый, мягенький чехольчик. Это для тех, кто любит, чтобы было видно, что за смартфон у вас под чехлом, каким цветом смартфон. Этот чехол позиционируется как противоударный, то есть у него углы, видите, вот здесь вот усилены, достаточно сильно. Также они выпирают в эту сторону над экраном и с задней стороны. То есть класть смартфон, опять же, можно хоть таким образом, хоть таким. Ничего у вас не поцарапается. Также и по краям еще чехол вот здесь выпирает. Блок камер здесь также открыт. Клавиши нажимаются достаточно легко, никаких сложностей нет. Но я думаю, что этот чехол, скорее всего, со временем пожелтеет. Потому что, когда на Xiaomi я супруге такие чехлы заказывал, у нее где-то через 2-3 месяца они начинали желтеть. Ну, в принципе, такой чехол я тоже могу вам порекомендовать. Стоит он копеечки. Следующий чехол это вот такой вот силиконовый черненький чехольчик матовый. Вот он пришел вообще абсолютно без упаковочки. То есть вот так он просто лежал в почтовом пакетике. Снутри у нас мягкая ткань. Так, как же сделать, чтобы видно было. В общем, здесь мягкая ткань, чтобы задняя спинка не поцарапалась. Давайте его примерим. Вот про что я вам говорил. Видите, что здесь классно? Здесь под каждую камеру отдельно вырез. Под каждый датчик, под каждую камеру. То есть пыли уже так сильно забиваться не будет. Кстати, каждый из этих чехольчиков у продавца есть на iPhone 12 mini, Pro, просто версию, Pro Max на 11 iPhone. Так что, если вы, например, смотрите это видео и у вас 11 iPhone, то такие чехольчики тоже сможете у продавцов заказать. Клавиши здесь нажимаются тоже достаточно легко. Экран здесь практически не защищен, потому что чехол вот в этих местах практически не выпирает. Ну, буквально какие-то доли миллиметра. Но этот чехол я вам не рекомендую. Мне лично он не понравился тем, что он слишком мягкий. И вот здесь по краям плотно не прилегает. То есть вот, видите, даже вот он плотно прям не прижимается. То есть он должен вот так быть, а он немного растопырен. То есть этот чехол мне не очень понравился. Ну, выглядит он, конечно, классно. И камеры закрыты. Но вот это место мне не нравится. Следующий чехольчик. Он похож на тот, что я заказывал в ДНС. Он мне также очень понравился. Сейчас покажу, чем он мне понравился. Здесь в комплекте вот такой резиновый шнурочек. Также сзади здесь есть на задней части колечко, которое по-разному вертится в стороны. Можно также использовать как подставочку. И здесь, что классно, смотрите, здесь каждый блок камер закрыт. В отличие от чехла S-Line, который я заказывал в ДНС. Сидит все плотно по краям. По краям также чехол выпирает достаточно. Где-то на миллиметр. То есть экран у нас царапаться не будет. Блоки камер, опять же, закрыты. Клавиши нажимаются очень легко. У продавца есть, кстати, различные цвета. Вот такой чехол я вам однозначно рекомендую. Этот чехол мне очень понравился. Ну, также здесь можно вот этот шнурочек сбоку прикрепить. Если вы переживаете за блок камер, что он у вас зацарапается, протрется, разобьется или еще что-то, то вам самое то будет вот такой чехольчик с защитой блока камер. То есть здесь у нас присутствует вот такая крышечка, которая открывается, закрывается, и камеры будут защищены. Задняя стенка у нас здесь такая прозрачно-матовая, а края силиконовые и черные. Вот таким образом камеры закрываются и прячутся. Также здесь каждая камера спрятана в отдельную ячеечку. Каждая камера, каждый датчик. То есть, опять же, я считаю, вот это очень удобно сделано. Ну и, соответственно, камеру мы можем спрятать. По краям чехол здесь, экран здесь также чехлом защищается, то есть, выпирают немного края. Но у этого чехла единственное, что мне не понравилось, так это то, что клавиши нажимаются достаточно туго. Что с левой стороны клавиши громкости, что с правой стороны. Не знаю, может быть, еще силикон не разработался, но с ним я проходил где-то три дня. Может быть, со временем разработается, но имейте в виду, клавиши здесь нажимаются туговато. И вот так он выглядит с задней стороны. Ну а если вы любите ходить куда-то в лес, на природу, если вы боитесь свой смартфон уронить, то есть, если вам нужен противоударный чехол, то однозначно я вам рекомендую вот такой чехольчик покупки. У меня у детей на телефонах Xiaomi такие чехольчики стоят. Сам на прошлом своем смартфоне таким же чехолчиком пользовался. Давайте, наконец-то, его посмотрим. Выглядит он следующим образом. Здесь наклеечка. Написано, что, пожалуйста, не отклеивайте ее. Здесь, соответственно, также вот у нас колечко, которое по-разному крутится. Точнее, не колечко, а квадратик. Можно также использовать как подставочка. Вот такой дизайн. Здесь металлические вставочки. Ну, мне понравился, смотрится здорово. Вот здесь все переливается. Здесь металл. Каждая камера также и каждый датчик отдельно защищены. Отдельная ячеечка есть. И вот так все это выглядит на самом смартфончике. Экран здесь также по краям защищен. Примерно на миллиметр выпирает чехол. То есть спокойно можем, опять же, смартфон класть. Камера каждая, как я и сказал, защищена. И очень легко здесь нажимаются клавиши. Прям мне очень понравился их ход. Вот они здесь такие пластиковые и по краям с прорезью. Очень легко нажимаются. То есть вот этот чехол мне очень понравился. Изначально мне показалось, что неудобно будет включать бесшумный режим, потому что клавиши достаточно глубоко. Но нет. В принципе, все легко включается. Такой чехольчик я однозначно готов вам порекомендовать к покупке. Мне вот лично он очень понравился. Если вы пользуетесь беспроводной зарядкой MagSafe, то вам однозначно подойдет вот такой чехольчик. У продавца написано, что он якобы оригинальный. Но, конечно же, это не оригинал от iPhone, а от Apple. Вот так выглядит у него коробочка. Она была вся помятая. Но с чехлом, конечно же, ничего не случилось. С этим чехлом у меня произошел небольшой казус. Сейчас я вам о нем расскажу. Вот так выглядит чехол. В принципе, как оригинальный. Здесь у нас магнитик. Давайте примерим. Клавиши нажимаются очень легко. Все плотно прилегает. Экран защищен. Также примерно на миллиметр выпирает по краям чехол. Блок камер здесь открыт. Под каждую камеру отдельного выреза нет. Вот так смотрится. Ну, выглядит, в принципе, он как оригинальный. По краям здесь покрытие такое. Внутри как точечки. Не знаю, на оригинальном так же или нет. Потому что оригинальные чехлы я не покупал. Но, в принципе, этот чехол мне понравился. Знаете, какой у меня казус с ним произошел, когда я его распечатал? А, кстати, ребят, ну, конечно же, он не оригинальный. Потому что, смотрите, когда мы его вставляем, смартфон в него, у нас никакая анимация не загорается. Так вот, когда я его распечатал, я был очень расстроен, потому что здесь было очень много царапин. Прям такие явные, большие царапинки были. Я сразу подумал, ну вот, чехол какой-то бушный, им уже пользовались. Тут же я все сфотографировал, выделил в красный цвет вот эти все царапинки. Хотел открыть спор, чтобы мне часть средств вернули, или целиком все средства вернулись, что я за него заплатил. Но решил зайти к продавцу на страницу. Думаю, а вдруг он его так и продает, как бэушный, использованный. Бывает такое. Думаю, может, я что-то упустил. И как только зашел к продавцу на страницу, начал вниз листать и увидел, что написано. Не забудьте отклеить защитную пленку. То есть у него вот здесь снаружи очень тоненькая, незаметная была защитная пленочка. Это она и была поцарапана. Я ее отклеил, и все, и чехол оказался абсолютно новый. Красивенький, без царапин, без всяких потертостей. В принципе, вот такой чехол я тоже готов вам порекомендовать. Выглядит он как оригинальный. К сожалению, MagSafe у меня нету, поэтому я не испытывал. Но думаю, что все должно работать, тем более в отзывах на Алиэкспрессе на этот чехол написано, что с MagSafe все отлично работает. Ну, стоит он, соответственно, где-то в 10 раз дешевле оригинального. А вот этот чехол, это чехол, который мне понравился больше всего. В основном, свой iPhone я буду носить именно вот с этим чехолчиком. Выглядит он следующим образом. Здесь силиконовые края, но достаточно такие твердые. Матовая прозрачная задняя крышка. Каждый блок камер защищен. Плюс здесь у нас вот этот блок под камерой, он также выпирает. То есть камеры еще дополнительно защищены. Здесь по краям чехол выпирает. Клавиши у него вот здесь вот такие красненькие. Есть, кстати, различные исполнения. То есть различные цвета самого чехла, вот этой рамки по краям, различные цвета кнопок. Перейдите у продавца, посмотрите. Но вот этот чехол мне прям, ну очень понравился. И на смартфоне он смотрится здорово. Экран здесь также, конечно же, по краям защищен. Но не на миллиметр где-то, чуть поменьше. Но класть также можно. Но выглядит iPhone в нем очень здорово. Мне нравится. Клавиши нажимаются также очень-очень приятно. Никаких трудностей не вызывает нажатия. Надеюсь, вам видно, насколько вот камеры утоплены получаются. То есть они достаточно хорошо защищены. Вот с этим чехлом я проходил больше всего времени и очень им доволен. Однозначно его к покупочке рекомендую. Интересно, у меня камера, кстати, цвета передает. У меня заставка серая, а на камере я сейчас вижу, что заставка фиолетовая. Не знаю, как это будет выглядеть на видео. Итак, ребят, вот такой у меня получился обзор чехольчиков. Я, наверное, еще буду заказывать. Я люблю чехлы менять, поэтому еще какие-нибудь чехлы закажу. Присмотрел себе классный оригинальный деревянный чехол. Скорее всего, его также закажу. Так что отдельно еще буду другие видео снимать про этот iPhone. Планирую еще снять видео о трудностях перехода с Android на iPhone. О том, с чем я столкнулся, с какими проблемами. В общем, еще видео будут на канале. Поэтому подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну, а если это видео вам понравилось и было полезным, палец вверх. На этом у меня все. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok